доброго времени суток приветствую вас всех на моем канале меня зовут елена нас уже двадцать тысяч я очень вам всем благодарна за доверие ко мне надеюсь буду всем полезно единственное условие не надо оскорблять никакие национальности на моем канале я буду сразу блокировать эти сообщения удалять для начала а потом если человек будет продолжать я буду блокировать ну и соответственно уважительно тоже относиться ко всем подписчикам ну и обязательно конечно не если будет неуважительно отношения тоже буду сразу блокировать этих людей вот и еще одно не надо на моем канале рекламировать других тарологов эзотериков астрологов предсказатели и так далее я это все многое слышу лично я ну а другие если кто-то хочет пусть ищет сами в интернете мне за рекламу никто не платит расклады я делаю бесплатно большей степени во всяком случае поэтому начать работать на чей-то канал у меня нет никакого желания поэтому эти сообщения буду сразу удалять ну это так отступление мы давайте сегодня посмотрим часа пьяр там уже серьезно идут конечно события в районе бахмута к сожалению может быть не так быстро как нам всем бы хотелось развиваются события но все же идут я думаю мы тоже скоро услышим какие-то перемены события перемена ну известия переменах и так часов я но в городе готовы отражать наступление российской армии но мы понимаем что конечно это не ну кто-то может быть и из жителей тоже а вот но высылу в первую очередь и вполне возможно что городская администрация готовы защищать ну защищать может быть придется не только от российской армии а в первую очередь может быть от высылу и собственные квартиры дома и так далее ребята регулярно развлекаются в этом плане как сейчас ситуация в час в городе час от яра прилеты я так понимаю у вас периодически прилетает интересно то что есть какой-то договор кого с кем пока неизвестно посмотрим может быть дальше карты покажут кто с кем договариваются но ситуация есть договор ника а вот при этом и идут такие знаете боевые действия в районе города и вокруг него именно такие как конкурентные пришла мысль такая что он так как российской армии там нет там бы су но конкурентная борьба идет между иностранными подразделениями и самими в силу то есть там начали возникать конфликтные ситуации а вот ну и начинается движение к переменам обстановки скорее всего дело потихоньку движется к серьезным боевым действиям и это вот эта карта нам тоже говорит и в часов яре видимо есть командный пункт давайте посмотрим как будут там развиваться события ну в течение допустим ближайших двух недель я называю приблизительные сроки у меня такое впечатление что время из-за линейного стало таким знаете спираль видном движение чем ближе к человеку тем время быстрее крутится чем выше идет дальше сферы тем она медленнее поэтому получается что у нас вроде как день пролетел и мы не заметили а на самом деле события еще пока никуда не двинулись так как же будут развиваться события на в районе часах яра ближайшие две недели это приблизительно будут стянуто очень много ресурсов туда новых ресурсов таких амбициозных людей готовых на все на что только возможно показать всю свою силу готовых возможно прилет и прилеты будут по административным зданием скорее всего вот но я во всяком случае очень на это надеюсь но прилеты будут но при этом все таки в городе будет сохраняться инфраструктура насколько это возможно дома будут сохраняться я надеюсь что в этом плане еще и администрация все таки будет работать но важно не витать в облаках не надеяться на какие-то чудеса нужно понимать выбрать сейчас момент того что ну нужно просто выжить и в этом направлении все должны мирные жители в этом направлении идти ну и город прикрывают высшие силы но если эти высшие силы будут мешать мне эта дама будет мне мешать то она не будет рада предупреждаю сразу если меня кто-то слышит если против россии я молчать не буду еще что нам карты могут рассказать ну жителям просто придется наблюдать происходящее событие скорее всего вот в течение двух недель боевые действия начнутся именно вот такие серьезные не то что там перестрелки да именно более серьезные в самом городе и вокруг него ну и конечно где-то и каких-то ресурсов не будет доставать городу да может быть проблемы со светом с водой но вот эти вот я думаю уже кто меня давно смотрит уже понимает о чем идет речь то есть ресурсов не будет в принципе пока еще будет более-менее нормально то есть перебои будет но не будет в том количестве чтобы это все идеально работал ну и городу предстоит начать путь уже другой соответственно мы будем видеть серьезные перемены событиях которые происходят вокруг города и в самом городе ну касающиеся конечно боевых действий сейчас уже наверное других событий особо и не бывает как будут развиваться события для в целом в районе часа фиара вот в это время да приблизительно в ближайшие пару недель вполне возможно что туда в ближайшее время прибудет какой-то большой командующий да может быть генерал может быть кто-то еще ну вот что-то такое высокопоставленное Зеленский наверное вряд ли туда притащится ну вот он кто знает и самое интересное что вполне возможно что начнется какой-то какие-то переговоры о том чтобы сохранить скорее всего ресурсы подразделений ВСУ будет им предложено сложить оружие и присоединиться к тем кто уже сдавался они будут искать выход как сохранить всех вполне возможно кто-то будет складывать оружие а кто-то будет из города уходить более для себя безопасное место ну пропаганда само собой куда же без нее но опять вот договор то есть реально будут договариваться может быть несколько подразделений каждый сами может быть сами люди конкретно будут договариваться но будет такая жесткая линия между украинской армией и российской могут и пополняться ресурсы да похоже на то что будет подходить какой-то для ВСУ подразделения которые подкрепления ну которые по которому моментально будет прилетать и они будут уничтожаться то есть особо на помощь рассчитывать не придется и ВСУ которые будут оставаться в самом городе или рядом с ним попадут в результате сами себя в ловушку загонят из которой для них не будет выхода потому что они не смогут действовать будут связаны по рукам и ногам а как будут развиваться события для российской армии в это время все эти пару недель в районе часов именно для самой российской армии будут действовать очень слаженно то есть командование в этом направлении будет очень четко работать хотя будет непросто будет тяжело большая ответственность потому что нужно и город сохранить и дальше действовать но это будет как задел на дальнейшее продвижение наших сил город будет максимально стараться сохранить и само собой жителей и скорее всего будут сохранены это десятка камней если по обычной карте смотреть то есть это очень удачное стечение обстоятельств и сохранение всех возможных ресурсов ну возможно конечно и уличные боестолкновения и снайперы будут работать когда выслеживается цель и уничтожается придется и жителей защищать и какие-то слабые свои места проверять ну в общем то будет складываться удачно и события будут развиваться довольно таки быстро хотя вот я говорю придется пройти через очень серьезные испытания и в результате город уйдет под контроль Россия то есть станет уже не только на бумаге частью Российской Федерации но и фактически так какие могут быть опасные моменты вот в это время для города все закончится период всего этого противостояния начнется новые новые планы новые идеи но при этом еще какие-то боевые действия будут идти будут ограничения но город максимально удастся сохранить помогать будет местным жителям ну ну я бы сказала так что все-таки боевые действия будут не так быстро проходить как хотелось потому что вот тут четверка у нас мечей это довольно таки медленная карта и даже для сохранения именно может быть связанная с сохранением города вот эта карта рыцарь пентакли это всегда медленная карта но она здесь направлена в городу то есть это именно связано как защита города и сохранение основные боевые действия будут происходить за пределами города вот эти все горячие самые фазы будут там вот но придется экономить ресурсы потому что разрушения будут опять вот карта которая говорит о том что боевые действия за территория города будет но они будут будет жарко ну и начнется для города новый этап жизни главное все хорошо продумать не бояться довериться и идти возможны возгорания тоже нужно быть очень аккуратными вот такой расклад получился для города часов яр я желаю вам всем мирного неба над головой чтобы как можно быстрее это закончилось наступило мирное время берегите себя берегите своих близких и до новых встреч и в в в в в Продолжение следует...